Здравствуйте, это канал Дики Лайф. Меня зовут Виталий Дики. Большое спасибо, что подписываетесь, спасибо, что смотрите, делитесь видео, комментируете, лайкаете. Сегодня мой ваш гость Игорь Масичук, политик. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, дорогие зрители. CNN пишет о том, что у Европы есть деньги, чтобы заполнить дэрум США в помощи Украине, но есть нюансы. Они говорят о том, что просто есть как бы и деньги, и ресурсы, но нет политической воли. Это связано с тем, что в союзе европейском 27 стран, часть из них это члены НАТО, другие нейтральные, или более как бы направлены в позитиве к Российской Федерации, и, соответственно, тормозят все процессы. Ну и, конечно же, интересный вот момент. Оказывается, ВВП России на данный момент, значит, становится 2,24 триллиона долларов, а по сравнению с Европейским Союзом у ЕС 16,75. То есть это значительное превышение. Поэтому разговор о том, что якобы у них нет ресурсов и денег, я говорю о заявлении отдельных политиков и руководительных стран, выглядит достаточно сомнительно. Так считает CNN. Что вы по этому поводу скажете, и есть ли рациональное зерно в такой мысли? Ну, смотрите, Виталий, на самом деле, каждая страна Европейского Союза сейчас, на данный момент, пытается мыслить уже даже не критериями большинства стран общего бюджета, общего европейского дома и так далее, а своими национальными интересами таких стран становится все больше, больше и больше. Леволиберальная бюрократия брюссельская терпит крах. И терпит крах не так, чтобы вот в один день по всей Европе, а локально. Там, там, там. Соответственно, они пытаются пересматривать свое отношение к дням, потому что отношение жителей Евросоюза к бюджету, оно отличается от нашего. Жители Европейского Союза следят и дают оценку своим политикам по как раз бюджетному процессу как одному из основных критериев. Вот. По тому, насколько растет социалка, насколько выплачивается социалка, насколько поднимается уровень жизни вообще в стране. Это очень важно. Посему европейские политики явно боятся. Они понимают, что они могут закрыть эту дыру, да? Но они боятся, что их не поймут, их не избиратели. И тут вопрос от европейских политиков к нашим политикам. А что делают наши политики, чтобы европейский избиратель продолжал поддерживать Украину? Ну да, кстати, этот вопрос очень актуален. Кстати, вот интересный пример, он явный. Это вот та история со снарядами от Чехии. Видите, это была инициатива нескольких стран, но не Европейского Союза. И она как бы очень быстро набрала обороты, и сейчас она в процессе решения. Но вот если бы этим занимался Европейский Союз, то были бы сложности. И, в общем-то, этот процесс бы очень сильно затянулся, если бы вообще не притормозился изначально. Вот вам и показатель отношения, да, в общей ЕС и о конкретных странах. Смотрите, наша страна имеет миллионы агентов влияния в Европейском Союзе. Я имею в виду кого? Наших, украинцев. Украинцев, зарабячан, украинцев, беженцев. Ну, миллионы. Пользуется этим наша страна? Нет. Наоборот. Наши политики делают все, чтобы поссорить. Украинцев за границей с украинцами в Украине. Постоянно придумывая. Вы им деньги не платите, социалку, западным партнерам. Вы им отправьте мужчин в Украину. Ну, и так далее, и так далее. Будем повестки раздавать. Все вот эти вещи, они разъединяют украинцев за границей и украинцев в Украине. И они делают все, такое впечатление, что наша власть, наши политики делают все, чтобы оттолкнуть тех украинцев, которые за границей, чтобы у них не было желания помогать Родине. А на самом деле, они должны были быть главными послами в каждой стране. Поэтому народная дипломатия должна была бы действовать. Она и действовала поначалу, но потом, благодаря усилиям нашей власти, она полностью захлопнулась и свернулась. Да, но это отдельная тема для разговора, потому что она очень сильно проблематична. Вот внутренняя политика, она порой по отношению к украинцам, которые находятся за границей, она достаточно интересная. И я думаю, что иногда она имеет определенные негативные результаты. Но все же, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах Америки пока полный штиль. Хотя Джонсон, представитель Конгресса, он сказал о том, что через какой-то промежуток времени якобы действительно будут приняты шаги для того, чтобы Украине помочь. Но многие в этом сильно сомневаются. Вот эта оттяжка по времени, она же очень негативно бьет по Украине. Мы же это видим и каждый день созерзаем то, что происходит сейчас здесь. Как вы считаете, это целенаправленные действия или просто им не до нас? Нет, а внутренняя политическая эра. Абсолютно. В которой нас нету. Мы в ней просто какой-то там объект, на поле которого происходит часть их не политической эры. Там нету любви к Украине ни у демократов, ни у республиканцев. Они любят нас, в кавычках, каждый более интенсивно, когда им выгодно. И говорить о том, что вот эти добро, а эти зло, эти блокируют, эти хотят дать. Да сегодня, а так, завтра может перевернуться на 180 градусов. Это политика другой страны, страны другого уровня, для которой мы попуасы. Ну, белая правда. Смотрите, это внутренняя американская игра, которой мы объемли. На поле которого происходит только небольшая часть этой игры. Мы абсолютно не влияем на нее. Сегодня, условно говоря, демократы делают вид, что они за нас. Республиканцы тормозят инициативы демократов. Завтра все может поменяться, потому что это исключительно, повторюсь, политическая внутренняя игра Соединенных Штатов. Мы же должны были бы исходить из своих собственных национальных интересов, подходов и смотреть на это все через призму наших национальных интересов. К сожалению, во власти, во властных кабинетах последние года, особенно в исполнительной власти, находятся люди, которые смотрят то в Москву, то в Вашингтон, то в Брюссель, то вообще в Лондон, неизвестно куда, и слушают, что там скажут, а что там скажут. И продают, торгуют нашим с вами суверенитетом, нашими с вами национальными интересами. В данном случае я вообще не для себя принял решение, вот я вижу там многие политики сейчас, журналисты. Может быть завтра рассмотрят законопроект о предоставлении помощи, а может послезавтра, а этот конгрессмен сказал вот это, а вот этот сенатор сказал вот это. Я вообще даже не размещаю этих новостей у себя и не комментирую. По причине того, что это пустое дело. Это игра в американскую политику. Я не являюсь американским политиком, я не хочу ею заниматься, и поэтому... Я понимаю вас, очевидно, но все-таки меня интересовало ваше мнение. А вот что касается меня, я как журналист отслеживаю заявление, потому что в этом вяжется как бы информационное поле, связанное с Украиной. Я смотрю и слежу за тенденциями. Так вот я хочу напомнить, я уже говорил о позиции Майкла Джонсона, спикера парламента представителей США. Он сказал якобы, что после католической пасхи, после 31 марта, все-таки поставить на голосование законопроект о дальнейшем финансировании помощи Украине. Но это, кстати, прозвучало не от самого Джонсона. Это прозвучало от такого конгрессмена-республиканца Майкла Маккола. Он дал интервью телеканалу CBS. Ну да, мы, в общем-то, лишь только остаемся с отглядателями, да, и следим за процессами, но все же до других тем, которые связаны с Украиной. Мне очень бескорбно говорить, я даже не знаю, как к этому относиться, но все же, вот сейчас активно обсуждают сотрудничество МВФ с Украиной или Украины с МВФ. Так вот, аналитики, которые разбираются в этих сложных вопросах, говорят, что почти все согласованные МВФ для Украины средства сразу же будут возвращены обратно в качестве платежей по старым займам. Вот за 2024 год Украина должна была уплатить МВФ за обслуживание ранее предоставленных кредитов чуть больше 2 миллиардов долларов. А пики приходятся, я говорю о пиках выплат, на март и сентябрь 2024 года, и там речь об огромных суммах по 705 миллионов долларов. Крутые партнеры, соглашусь, да, но я в скобках имею в виду. А как Украина с этим может справляться? Разве она не понимает, что сейчас не время, как бы, решать вопросы? И почему не ведет такую риторику, чтобы каким-то образом реструктуризировать долги или, там, отсрочить их возвращение? Все же прекрасно понимают, каких Украина находит за условиями. Смотрите, Виталий, вы слышали публично заявления каких-то политиков от власти, да, министров, там, офиса президента, народных депутатов, с монобольшинства, которые бы сказали, давайте заморозим выплаты, давайте вести переговоры о структиризации, о удлинении времени долга и тому подобное. Этого нету. Этого не слышали ни вы, ни я, ни кто. Потому что этого нету. Потому что им выгодно проворачивать эти деньги, а остаток разворовывать. А кому это? Ну, с представителем власти. Если они сейчас поставят условия МВР, да, какие-то, начнут с ними переговоры, то сразу к ним придет НАБУ, САП, подконтрольный, ну, запад, оденет на ручки и скажет, вы украли вот здесь, вот здесь и вот здесь. А так им на их воровство закрывают глаза, но они должны участвовать в этом гешетке, в этом схематозе, да, который проворачивает МВР. И другие международные финансовые структуры. По факту мы имеем дело с упыряным, с вампиром, который высасывает кровь с нашей и так убирающей экономики. Что сделал бы адекватный человек? Сделал бы все, чтобы разорвать, чтобы не высасывали эту кровь, откинуть этого вампира, но наша власть продолжает дальше с ними работать. Почему? Потому что и то, что дает возможность сживиться этой инородной кровушкой финансовым воруя и тому подобное. Вы же посмотрите. На исполнение желания МВФ и западных партнеров мы создали НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС, СУТУ, ВЫШЕК, покажите мне, кого поймали. Когда закончится спортивная рыбалка? Поймали, пофотографировались, отпустили. Поймали, это происходит. Я делаю воруя, а работает антикоррупционная система, закольцованная, в создании которой принимали участие эти наши западные, так называемые, партнеры. Значит, они дают воровать. Я другого не вижу. Дают воровать. Извините, одну секундочку, но вы обратили внимание, вот какая тенденция в Украине сейчас? Тут же все находятся практически под колпаком, так или иначе, кто пытается говорить объективные вещи, то, что происходит, и как бы ставя ударение на тех проблемах, которые мы с вами обсуждаем. Так вот, такой есть центр противодействия дезинформации, я вообще не понимаю, что это такое. Они тут глашат о том, что якобы те люди, которые говорят, что власть ворует и врет своим гражданам, это же российские нарративы. И, кстати, мы, кстати, записываемся в тот день, когда служба безопасности Украины празднует свой профессиональный праздник, и я думаю, что обойти эту историю я не мог бы. Вот как вы к этому относитесь? То есть, это попытка закрыть рот всем, кто трезво смотрит на ситуацию, либо прямое политическое давление таким образом, либо еще какая-то хрень, которая обсуждению не подлежит, мягко говоря. Ну, смотрите, я к этому отношусь, только что закопал парашют и пришел к вам на эфир. Сейчас закончим эфир, и буду рацию прятать агента Кремля. Дело в том, что я вот смотрю, смотрите, вскрываются же люди абсолютно. Вот есть такой, как лакмус, наносишь, и все, и сразу пын-пын-пын-пын. Вот реперная точка, говорят, что власть ворует. А что, не ворует? У меня вопрос к зрителям, не ворует, нет? Соврал кто-то. Что власть врет, а что, правду говорит? Тоже якобы это самое. Потом, я вот, понимаете, люди, которые называют себя так называемыми оппозиционерами, да? Вот, вчера, в выходной, я так уже на расслабоне листаю телеграмм, да? Смотрю заявление оппозиционного политика Алексея Гончарева, который говорит, президент Зеленский после 20 мая остается легитимным и будет легитимным всегда, пока война не закончится. Ну, лет так через сто, были же войны столетние. Вот. А те, ну, самое главное, а те, кто говорит по-другому, они либо агенты Кремля, либо полезные идиоты. Я, конечно, извиняюсь, но либо трусы оденем, либо крестик с ними, либо ты оппозиционер, либо ты на подтанцовках в офисе. Я знаю хорошо биографию Алексея, у меня нет претензий в связи с ней к его очередному переобуванию в воздухе. Да, я же помню, как он проводил собрание в Одессе, где там он избирался, или не знаю, какой он там, я не помню, какой-то год, но как он рассказал, какой гениальный президент Янукович. А сейчас он его последний. Русский мир, оранжевая ржавщина, ну, и так далее, и так далее. Потом у него был святым Петр Алексеевич, но, походу, Петра Алексеевича он уже тоже успел в России. Короче, да, много чести, кто обошляет бабки. Да, вопрос же не в том. Я хочу просто, почему я вспомнил этот случай, чтобы зритель понял, тот, кто будет петь то, что выгодно офису президента, он будет выездным за границу, как Алексей, он будет показываем по всем каналам, в телемарафонах и везде, а тот, кто будет говорить правду, которая не нравится в офису президента, он будет агентом. Кремляк, к полезным идиотам, ну, еще кем-либо. Вот. Притом, знаете, я по этому поводу всегда говорю, да, славчиловечен. К сожалению, у нас много людей, которых считали, там, ну, если не образцом, то, по крайней мере, человеком, там, стояковым, оказалось, что славчиловечен, и все. Кого-то купили, кого-то запугали, кого-то какими-то другими ковришками заманили. И, но я хочу сказать, что именно таким образом, именно с помощью таких центров противодействия, дезинформации и тому подобное, в стране строится диктатура. Слуги народа об этом говорят прямо в эфирах, что диктатура нам поможет победить. Это вы говорите о спичи такого народного депутата, по-моему, по фамилии Демченко. Просто его не знаю, но я... Я его тоже первый раз услышал, Виталий, Поэтому я был удивлен, думаю, что это за штемп, который рассказывает о диктатуре. Думаю, ну, вроде бы все вменяемые люди нашей страны знают, что Леонид Данилович Кучма не зря написал «Украина, не Россия». И написал как раз в контексте отношения к диктатуре и тому подобное. Но они, видно, буквар в детстве на пеньке скурили. А кто такой Кучма, ну, наверное, думают, что это было лет сто назад. Понимаете, поэтому я их прощаю, конечно, из-за скудости ума, но их не хозяева выстраивают реальную диктату. Вот с помощью этих центров разных, с помощью РНБО, санкций. Вот я читаю, сегодня они напали на нашего коллегу, журналиста Василия Апасова. Это свежий, вот, свежий буквально сегодня. Мы работаем над, с компетентными органами над закрытием канала. Это личный канал Василия Апасова. Какое вы отношение имеете? У вас решение суда или вы кто? Слушайте, у меня даже складывается впечатление, что там студенты пишут статьи, потому что я вот посчитал недавно тоже какой-то мусор, который они там излагали. Я вот как человек, который много лет в журналистике, я все-таки был больше 10 лет главредом, руководителем большого медиа, я контролировал процессы, как работают журналисты, то качество вот этих писолек, оно просто удивляет. Это даже как бы улыбает, откровенно говоря. нету людей с базовым журналистским образованием, понимаете? Да, то есть по форме и по содержанию, вот, если бы я был главредом, априори, я бы такое говно никогда бы не пропустил, потому что пишут дети, пишут примитивно, без аргументов, без подтверждения каких-то данных, предположений, да, то есть предположения у них дохрена, но за это можно ответить и по суду. Слушайте, ну, довольно много честь этим недоумкам, давайте все-таки по сути дела мы сегодня говорили, я хотел бы все-таки узнать ваше мнение вот относительно какой инициативы Кабинет Министра Украины якобы планирует повышать тарифы на электричество и природный газ. Ну, как бы это еще не совсем точно, но в любом случае меморандуме, который подписан, то есть обновлен с Международным валютным фондом, о котором вы говорили ранее, то там как бы это предусматривается. Скажите, пожалуйста, а во время войны разве рационально это все таким образом решать и не вызовет ли это возмущение у обычных людей, которые так еле к концу с концами сводят? Смотрите, поднятие тарифов во время войны это цинизм. Раз. Это дурость. Два. Цинизм, потому что все прекрасно понимают, в каком финансовом положении находятся наши сограждане. А дурость это непонимание того, что платить перестанут. Ну, просто нечем будет платить. Когда будет выбор кусок хлеба для своего ребенка или тарифы. Естественно, купят кусок хлеба. И это логично. Но это же не одна инициатива. У нас будут расти цены на все. На топливо акции поднимаются. Даже на сигареты на 40% цены вырастут. А можно я уточню для наших зрителей, это интересно будет. Кабмин все-таки действительно это правда зарегистрировал законопроекты, которые предусматривают повышение акцизов на алкоголь, бензин и табачные изделия для, как они говорят, формулировка прям интересная очень, для приведения законодательства Украины в соответствие с нормами Европейского Союза. То есть нам не... Да, и они берут, смотрите, они берут... Я изучил этот закон, Виталий, специально. Они берут акциз европейский. Допустим, акциз европейский на среднего и выше класса сигареты, да, он 1 евро. Они берут этот акциз и переводят нашу грифтью по курсу. Так тогда все, тогда уберите гривен, введите евро. Ну и правда же заплаты тогда, ну в евро платите, пенсии в евро платите. Ответственность же должна быть какая-то. Плюс до того, они не понимают, ладно бог, с ними сигаретами. Хотя опять же, это толкнет, это да что, добавят бюджет, нет, это вытолкнет. Рыдок в тень. То есть контрафакт, то есть контрабанда, то есть подпольная продажа, опять бабушки возле метро, мы же помним с вами эти времена, раскладки. Да, пастущные сигареты, помните? Да, пастущные сигареты, то есть назад в 90-е, ну будем так говорить. Вот. А с топливом, ребята, ну вы ж выйдете и скажите честно своим согражданам, что мы решили поднять цены на все. Потому что в цене любого продукта и любого товара заложена транспортировка. В транспортировку заложена стоимость топлива. То есть выйдете и скажите честно, что подорожают все. Куриные яйца, соль, сахар, ну все подорожают, потому что во всем есть топливо. Но они с этого не говорят, и топливо в тень не уйдет, так как может уйти этот самый табачка или алкоголь. Топливом может быть, конечно, фальсификат, но это другая история, другие криминал другой и так далее. Это приведет к возникновению огромнейшего теневого рынка и к повышению цен на рынки легально. Это речь о повышении цен на продукты, на услуги, на товары, на услуги. На все, что связано с этим самым. Это раз. Теперь смотрите, вы подняли очень серьезный вопрос о энергетике и о поднятии тарифов. Я все понимаю, что наша энергетика переживает далеко не наилучшие времена. Наша энергетика уничтожена фактически на процентов 60, может уже и больше. последние трехдневные удары назад практически положили нашу энергетику на грань блок-аута. Притом бьют не по трансформаторам, как раньше было, а бьют по генерирующим мощностям, по турбинам, по машинным залам и тому подобное. Приводит это к тому, чтобы возобновить работу ТЭЦ гидроэлектростанции можно будет через минимум полгода, а вообще-то через год. Ну, вот же не может страна просуществовать. Мы последние три дня берем 35% электроэнергии одалживаем у наших соседей для выравнивания, потому что у нас атомной энергетики достаточно, а выравнивающей, то есть гидроэнергетики, нет. И берем оттуда, ну, это может длиться там неделю, две, три, пока не прилетит по трансформаторным станциям, которые на границе, ну, находятся и тому подобное. То есть и в этом случае сейчас поднимать тариф за что? За то, что услуга подается, неважно, война, не война, но услуга, что практически предоставляется в очень изродованном виде. За что платить такие цены? Ну, аргументация государства заключается в том, что нужно это все восстанавливать и, соответственно, речь идет о том, что денег на восстановление не хватает, ну, в этом дело по-простому, как я предполагаю, инициатива такая переложить нам потребителей часть компенсации. Если мы будем собирать через потребителя, часть из которых прекратит платить вообще деньги на восстановление, то лет так через 20-30 мы восстановимся. Понятно. Надо делать государственные программы, государственное кредитование, если я сейчас там, ну, секторе идет, да, энергетик, беспроцентное возможно для восстановительных работ. Но перекладывать на плечи людей восстановление энергосистемы, при том, частной энергосистемы страны, это, как бы не совсем так. Кстати, вот вы говорите о тотальном массированном процессе ударов Украины России, это очень сильно очевидно стало в последнее время происходить. Я обратил внимание на пост такого экономиста Алексея Куща, достаточно известный человек, трезвомыслящий, и вот он пишет, зацитирует даже, в первые годы войны наши эксперты считали, сколько ракет осталось в РФ. Вы помните, у нас говорили о том, что у них все заканчивается, и так далее, и так далее. А по его мнению, сейчас считают, сколько осталось НПЗ, тон бензина и солярки. И заключение, умозаключение Кущей, я вот думаю, это самоуспокоение или попытка схватиться за любую информационную соломинку. Еще раз говорю, оставим эти слова на его совести, но в любом случае, как вы к этому относитесь и созерцать вы также этот процесс? Смотрите, я прекрасно понимаю, зачем наши вооруженные силы, силы обороны наносят удары беспилотниками по российским НПЗ складам с горюче-смазочными материалами. Это мне все понятно. Мне непонятно другое, и правильно говорит господин Кущ, мне непонятно, мы считали ракеты, когда закончатся, и не строили защиту от них. То есть, ходили по миру, там просили, дайте ППО, ну и все. Но реальную защиту мы не строили. А теперь, когда Россия перешла к новому этапу войны, в том числе ракеты, стало очевидным, что в России запущено производство ракет. Стало очевидным, что в России на полную запущено производство управляемых авиабомб, которые мы сейчас на фронте ничего противопоставить не можем. в связи с этим, ну, действия наших военно-политического руководства мне кажется хаотическими. Мне кажется, никакого реального плана по ведению боевых действий не существует. Существует такое брауоновское движение. Они там иногда даже между собой спорят. Одни телеграм-каналы пишут, это СБУ нанесло удар, а вторые, нет, это ГУР нанесло удар. Ну, так, к обеду их успокаивают, ну, видно, Банкова говорит, нет, будем говорить ГУР, или будем говорить СБУР. Ну, не важно. Смысл в другом. Смысл в том, что вся вот эта история, она демонстрирует иллюзорность и непонимание системного того, что происходит в мире и того, что происходит в мире с нашей страной. Будьте абсолютно правы, занимались самоуспокоением сначала, ракеты кончатся, теперь выбиваем НПЗ, да, это надо делать во время войны, но это не решит исход, это один из элементов, а нам информационно продают, что это чуть ли не ход королевой, который шахмат сделает. Да, ну, в общем, мы лишь только можем смотреть за развитием вот этих вот дискуссионных событий, да и априори, в общем-то, о том, как будут события развиваться в дальнейшем. Но вернемся, наверное, все-таки к внутренней жизни Украины в таких условиях. И вот что меня удивило, я прямо обратил на это внимание, вы знаете прекрасно, что многих людей, кто ушел как бы, да, на Запад, я имею ввиду о переселенцах, они по определенной государственной программе должны получать помощь, возможность получить жилье и все, что с этим связано. Но говорят, что это не все работает в абсолюте, есть серьезные проблемы, но не об этом. Значит, насколько я знаю, западные партнеры предложили Украине строить социальное арендное жилье по датской модели. То есть, о чем это идет речь? В результате пострадавшим от войны украинцам будет предлагаться переселиться в соцжилье, за которое придется платить арендную плату. Арендная плата, может быть, не будет большой, но и не будет маленькой. Но, как правило, те люди, которые нуждаются в таком жилье, соответственно, они денег не имеют, потому что они лишили всего того, что попало нужно говорить о том, откуда государство будет брать деньги, чтобы компенсировать или хотя бы помогать социально этим людям, чтобы они оплачивали жилье. Так, может быть, изначально пойти другим путем? Может быть, просто предоставлять таким людям и государство будет закрывать строительство таких домиков или, я не знаю, жилья по датской системе и, в конце концов, так решать вопрос? Или все-таки есть заинтересованность, чтобы человек лично за своего карманчика заплатил, потерявшийся? Есть заинтересованность, чтобы человек заплатил лично вы видите. Программа эта не такая и плохая. Если государство будет компенсировать, то пусть бы и было на первом этапе домики довольно модульные, неплохие, я их видел. Но тут другой подход. Государство должно при заключении контракта на аренду, а многие хотят не просто аренду, а, возможно, даже и с выкупом, потому что возвращаться некуда, ну и тому подобное. Если особенно эти модульные городки там есть в хороших местах, то почему бы, ну, грубо говоря, и нет, да, то государство должно выступать гарантом, чтобы человека не обобрали, потому что если человека отберут, нарушат систему, ну, договоренностей, да, которые возникли, ну, второй раз, когда еще собственное государство после того, как враг там спали в дом, оградят, ну, это вообще суицидальная история, я бы с этим не игрался. да, это серьезная проблема, более того, программа, насколько я понимаю, только разрабатывается кабинетами министров относительно субсидий, там же речь идет вот о чем, то есть люди, оказывается, потерявшие все, должны где-то работать или иметь какой-то запас денег, потому что смысл этой программы, это должна, смотрите, это должна быть индивидуальная программа, индивидуальный подход, у нас куча есть людей, которые работают в социальных службах, они не перетрудились за свою работу и за свою жизнь, они должны, эти переселенцы наши, быть распределены, я так понимаю, ну, между работниками социальных служб, каждый должен сопровождать, это должна быть индивидуальная история, людей нельзя заставить работать, если они не могут, ну, грубо говоря, работать. Так в этом, простите, в этом-то и смысл, вот, значит, формула такая, чем выше зарплата у человека, потерявшего свое жилье, тем ниже у него будут субсидии, и наоборот, и тут возникает вопрос, во-первых, человек, который оттуда приехал, да, учитывая, что рынок труда очень сильно сжат, безработился на высоком уровне, найти работу с нормальной оплатой достаточно сложно, априори найти сложную работу, так вот, вопрос тоже непонятен, а сможет ли государство компенсировать, это отдельная статья расходов, учитывая, что сейчас нет денег, это же ни для кого не секрет, то есть, вот вопросом значительно больше, чем ответ. Еще раз говорю, а если взять индивидуально семьи, ну, каждые, то их еще будет в 20 раз больше, а их надо брать только индивидуально, у меня сестра живет в Швейцарии, она имеет мужа швейцарца, это было еще до большой войны, когда они поженились, у нее есть недвижимость в Киеве, у него в Швейцарии, они жили как бы до начала большой войны на две страны, да, грубо говоря, сейчас живут в большинстве в своем Швейцарии, и я бывал в них, и мне рассказали, это же о наших людях, опять же, беженцах, ну, переселенцах, небольшой городок под Цюрихом, где-то плюс-минус 10 тысяч населения, и на эти 10 тысяч, тысяча украинских беженцев. Швейцарии платят хорошую социальную помощь, поэтому приехал вновь. Те, кто первые приехал, те, кто первые приехал, те получили какое-то социальное жилье, те, кто приехал в Польше, были поселены в так называемый коммунальный дом, один, два, ну, несколько. Вот, я там умолчу о том, что некоторые люди с первого дня идут и ищут работу, а некоторые пытаются не просто тунеядствовать на деньги, которые швейцарское правительство платит, а устраивать гриву и тому подобное. поэтому переселенцы все, как и беженцы, разные. И тут надо работать. Я еще раз повторю, что у нас в социальных службах достаточно работников, чтобы смотреть, вести, видеть, потому что я знаю случаи, когда люди не могут, а им никто не помогает, ну, не могут, а у них дети, им надо прийти на помощь, протянуть руку. А есть где гриву и опять же эти дети трава бурьяном, и никто не обращает ни в том случае внимания, ни в том, понимаете? Для чего тогда мы содержим социальные службы? Это функция государства. Это функция государства помочь нуждающимся, защитить детей, если асоциальное поведение, правильно, в родителей. Но это не исполняется. И в этом есть проблема. А умножается эта проблема на дроноватые предложения, о которых и вы говорите, которые Кабмин, притом у нас же как? Вот смотрите, Виталий, и вы, дорогие зрители, у нас же после 19-го года шоу превыше всего. То есть выходит кто-то и рассказывает, будут модульные городки, будем сдавать в аренду, будете выкупать люди. Да. А их нет. Потому что сказать и сделать это длиной определенное время, а в украинских реалиях довольно длительно. На счастье соглашусь с вами, но на самом деле вот интересный момент, который мне кажется я задал тон, это все-таки где брать деньги. Почему я об этом говорю? Потому что сейчас по сведениям экономических обозревателей, одну секунду, они говорят о том, что так как денег нет, везде сокращение. Смотрите, как интересно. Для понимания насос выплаты за первые два месяца 2024 года направили на миллиард меньше, чем за тот же период прошлого года. Это с госказнами. А я знаю, что у нас министерство, которое этим занимается, напрямую. Более того, участие переселенцев с первого марта уже якобы планируют забрать или уже забрали какой-то кусок помощи. И вот это меня сподвигает на вопросы. Как же решить эту комплексную ситуацию? Очень просто. Смотри, государство, пытаясь экономить, затягивает пояс на шее у переселенцев, у нужденных граждан, у которых потеряли имущество. А я предлагаю затянуть пояс на животах ожиревших наших чиновников, убрать эти все никому не нужные наблюдательные советы, убрать все надбавки, премии. Какие премии? Какие надбавки во время войны? Когда людям жить не за что, когда медицину собирают для фронта и тому подобное? Какие могут быть надбавки? Какие могут быть премии, компенсации народным депутатам за жилье, министрам еще за что-то, потом выходят вот такие зарплаты, что люди слышат, за голову хватаются? Социальная несправедливость подрывает основы государства во время войны. она и так всегда будоражит любую страну, но во время войны она подрывает эта мина, заложенная под государством. Социальная несправедливость в финансовом отношении, в материальном отношении, в ольгодном отношении, ну, в социальном. Социальная несправедливость в мобилизации. вот вы слышали вчера генерал Павлюк выступил, говорит, вы перекручиваете, передергиваете, героических ТЦКшников обижаете, а они, они помогают защитить Родину. И главное в этой всей истории с ТЦК, это то, что люди должны помнить о своем священном долге защиты Родины. Я его послушал и говорю в ответ, уважаемый генерал Павлюк, скажу вам так, это же ваши ТЦКшники погрязли в коррупции так, что плюнуть не эти. Это же они покупали вилы в Марбелле и Испании, считали на странных банках, открывали, по 20 участков скупляли, по 10 квартир во Львове с Амборской Лынком. Это они. Тотальная коррупция. Все в стране знают, что бери деньги иди в ТЦК и на фронты не пойдет. Второе, кто видел детей чиновников, на фронте? Никто. Политиков? Никто. У меня вопрос, а почему бедные и нуждающиеся должны защищать жирных хапух, воров, худшим пониманием этого слова? Потому что вор еще может с понятиями действовать, а эти вообще по беспределу и вообще мордер? Вот ответ на вопрос. да, есть вопрос, конечно же, мы об этом будем говорить и в дальнейшем, но в любом варианте, наведенные вами факты, всегда сподвигают на раздумья. Чистен ли Павлюк по отношению к обществу, когда вот такие спичи звучат из его уст? Может быть, действительно нужно разобраться с теми, кто очень хорошо наживается, решить вопрос, чтобы эту нечисть выбросить как бы на свалку, а тогда уже делать такие громкие заявления. Но у меня есть еще один вопрос, во время войны для украинцев это очень важный фактор, фактор единства, я думаю, что власть это понимает и в общем-то должна действовать в этом направлении актуально, но я был очень потрясен, потому что об этом начали говорить люди, которые связаны с историческим прошлым, историки, профессора, научные деятели, в общем, небезразличные мыслители, так вот, очередное пробитое дно, издательство пропало грамот, издало двухтумник мемуаров по главниках хорватских усташей Анте Павелича, честно говоря, многие не знают, но сейчас многие истории не знают, но Павелич это тот представитель, будем говорить так, гитлеризма, который организовывал, есть исторические доказательства этому, лагеря смерти, в общем, был достаточно одиозным и неадекватным, бесчеловечным людоедом, я не хочу продолжать эту историю, просто, по крайней мере, вы можете с ним ознакомиться, с этим персонажем историческим. Уже заказал книгу. Да? Так вот, мне интересно, скажите, пожалуйста, вообще это нормально человека, который себя связывает с фашистским режимом, вот таким вот макаром продвигать в историческом процессе Украины? Ну, смотрите, я не видел книги, я скажу так, ну, я лично, я читал Ленина, читал Сталина, читал Гитлера, вы читали мы? Ну, конечно, я как человек образованный должен читать все, что я не читал. Поэтому и по величам прочитаю, пролистаю как минимум. Мне именно с той точки зрения, ну, о которой вы только сейчас сказали. Нет, послушайте, давайте так, вот, Игорь, дело в том, что когда человек интересуется такими вещами в контексте концепции своей деятельности, своего направления, профессионального процесса, это еще понятно, да, но с другой стороны, время ли сейчас писать вот таких страшных... Смотрение, насколько я понимаю, это просто биография, насколько я понимаю. Автобиография, то есть не биография напишена нашим писателям, конечно, для нас это антигерой. Конечно, он стоит в ряду там с преступниками 20-го столетия, которые совершили преступление против человечества. Игорь, но это же не автобиография, это как раз мемуары. Это его мемуары. Его мемуары. Это его мемуары. Понимаете? Это его мемуары. И с точки зрения этой, ну, опять, вы правильно абсолютно говорите, с какой целью взять эту книгу? с целью самообразования политику, журналисту, человеку, который интересуется процессами, историку, прошлого, это да. с точки зрения массовости нет, конечно. Ну, так вот и я же об этом. Смотрите, вот что пишут историки об этом человеке? Значит, инициаторы здания, наверное, просто не слышали о создании Павличевым в системе лагерей смерти и самой ужасной ясеноваться, где были якобы уничтожены 700 тысяч сербов, евреев и цыган. А также речь идет об изобретении усташей, специальном ноже сербосек для перерезания. Ну, я не хочу, короче, продолжить. Я читал с утра Костю Бандаренко. Да, я почему улыбаюсь? А он историк, он владеет. Он историк, я его очень уважаю, и как историк, как человека мыслящего, грамотного, это самое. Скажу по-другому, чтобы закрыть эту тему. Первое. Я выступал и выступаю за введение моратория, я не раз говорил, на 25 лет на обсуждение и принятие решений и вынесение, ну, на общий дискуссионный стол, как минимум трех направлений вопроса. Это вопрос языка, мовы, это вопрос религии, церкви, и это вопрос истории. я убежден, что языком должны заниматься педагоги, филологи, тому подобное. Церковью должны заниматься святые отцы, а историк должны заниматься историками. Поэтому, чтобы поставить точку в историю с поверящим, если это издание тиражом тысяча примирников, ну, грубо говоря, для историков, окей, если это издание тиражом 20, 100 и так далее, для массового, ну, тиражирования и пропаганды, ноу-стоп. Я разделяю вашу точку зрения, но мне кажется, что в такое время, в котором мы сейчас проживаем, это лишь только благодарность сознания и абсолютно не способствует тому, чтобы управлять. Смотрите, в нынешнее время, во время этой войны, острой фазы, вы абсолютно правы. Можно, так сказать, и нужно выбирать персонажей для популяризации, даже в исторической среде, которые не запятнаны преступлениями против человечности, геноцидами и так далее, и так далее. Но с таким же успехом, я вам честно скажу, если поверить, то и отодюху. Понимаете? То есть, к сожалению, в 20-м столетии святых очень мало было у власти. Просто одни не святые победили других не святых. И в результате такое вышло. Ну, отодюрка превозносит вся Турция, да? В Европе, если ты что-то скажешь, турецкое государство скажет ну-ну-ну, да? Ну, он загеноцидил два народа. Армянский и греческий. Это ж правда. Это никуда не делось. Это чистая правда. И ну, может он нож там, ну, не изобретал, да, которым там резали или что. Но большой разницы нету. Потому я еще раз повторюсь, историю надо отдать на изучение историкам. Да, я согласен с вами, но вы же знаете, победители пишут историю, поэтому... Так я о чем не говорю. Да, чем больше... Уинстон Черчилль, а мало ж кто знает, что он тоже совершал военные, будем говорить, преступления с точки зрения войны, понимаете? Поэтому тут многие его нам выхваляют, да, это самое. Или рядом с ним Макеавелли. Его идеология тоже лягла в основу нацистской, ну, грубо говоря, макеавеллизм. Правда ж? Правда. Но мы же это не считаем. Поэтому тут мое личное, мое личное мнение, Виталий, еще раз говорю, историей должны заниматься историкой. Мы должны прекратить общественные дискуссии в отношении зло должно быть злом, добро должно быть добро. Если историки хотят покопаться в злу или в добре, окей, пожалуйста. Но давайте не выносить сейчас это, пока, поэтому я соглашаюсь, что возможно не ко времени, но это издание, не выносить это на общественные обсуждения, для того, чтобы не использовать это для разрыва народа, нации и тому подобное. Ну, вы посмотрите, что в церкови происходит, и как это дерет людей, когда в севах люди идут стенка на стенку, когда мы с вами говорили о вопросе собственно помощи американской, а конгрессмены некоторые, каждый из конгрессменов получил, и некоторые уже отреагировали на письмо адвоката УПЦ Роберта Амстердама, который говорит, что пора начинает составлять список Магнитского в украинской версии. Понимаете, то есть зачем лезть? Я помню весну 22-го года, когда только началось полномасштабное втрашение, со мной там разговаривали люди с офиса президента, как раз по церковному вопросу. Я им нарисовал, как я видел, ну, на тот момент, что мы могли получить свой патриархат, единую церковь, ну, все могли получить, со всеми правами, все, ну, такая же поддержка Украины зашкаливала, но они же пошли по пути, который им сказали с Госдепа, что этих надо душить, а этих надо подымать. В результате получили раскол, раздерли страну, раскол в стране, не религиозный, религиозный такое, помирятся, а среди людей, понимаете, получили раскол. А все почему? Потому что в Госдепе работает прихожанин греческой церкви, патриарха Варфоломей, поэтому он там говорит, эти хорошие, эти плохие, все, а за этим всем стоят деньги, потому что ПЦУ дали тонус и не дали возможности открывать за границей приходы. Вот теперь смотрите, сейчас за границей только в Евросоюзе с зарабичаном где-то 10-11 миллионов украинцев. В Русскую Православную Церковь за границей идти не хотят по понятным причинам. ПЦУ не имеют права открывать приходы. Иди ищи греческую, греческий язык не все понимают, да, ну, литургию и все, и не хотят понятить. И все, и а церковь за границей это еще идентичность, кроме всего. Поэтому чего добили, что сделали, для чего сделали, воюющий странец спровоцировать раскол в обществе. Так, та же самая история с историками, с языком время от времени. То есть, вы хотите сказать, что, в общем-то, это дело, которое, в общем-то, неактуально сейчас, потому что оно лишь только будет иметь плохие последствия, как вы считаете. Ну, вот смотрите, издали книгу «Поверечье». Самыми, допустим, хорошими побуждениями, чтобы та часть общества, которая интересуется историей, могла ознакомиться, сделать выводы и так далее, и так далее. Но появляется человек, который берет эту книгу, приходит с ней в школу Одесской области, или вообще к обществу, говорит, «Смотрите, румыны нас убивали, усташи нас убивали, а вот они издают усташа». Иди, докажешь, с какой целью ты ее издал, понимаете? Да, интерпретируют по своему видению, понятно. Поэтому когда не ко времени, тогда не ко времени. Благодарю. Вы абсолютно правы. Я думаю, что на этом можно поставить три точки, потому что либо кто-то преследует такую цель, для того, чтобы удоражить сознание обычных украинцев, либо это халатность и безразличие к подходу. Но это отдельная тема для разговора. Я думаю, что мы когда-нибудь к этому вернемся, в том числе и у перспективы законопроекта относительно запрета Украинской Православной Церкви. Говорят, там сейчас очень активно это дело пытаются продвинуть, но нет голосов. Но мы к этому вернемся, когда будет абсолютная актуальность. Игорь, я очень вам благодарен за ваши ответы. Я благодарен вам за дискуссию в конце, историческую в том числе. Спасибо большое. Спасибо вам, уважаемые зрители, что смотрели. Это канал Дикий Лайв. Сегодня нашим гостем был Игорь Мусичук, украинский политик. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео, комментируйте лайк, лайкайте, с большим уважением в Италии Дикий, не теряйте оптимизм. Через небольшой промежуток времени увидимся. До встречи.